Особое мнение на 101FM Да, буквально несколько дней, кстати, остается до того момента, когда станут известны результаты выборов ОЗС и Государственной Думы. Сейчас мы можем уже, наверное, проанализировать, как проходил предвыборный период, как разные кандидаты, разные объединения себя презентовали. Вот эта кампания, кампания этого года, чем отличается от предыдущих? Более яркая, менее яркая? Более конкурентная, менее конкурентная? Знаете, Аня, скажу, что какая-то первая волна была совершенно понятная и внятная по полной тишине. Мы видели, что практически все партии, наверное, кроме «Справедливой России», активную фазу не вели. Это было заметно и понятно, потому что мы уже обсуждали с вами еще в мае месяце. Задача партии «Единая Россия» и власти сделать выборы сухими, чтобы как можно меньше пришло избирателей, значит, чтобы они не участвовали активно, особенно протестники, в голосовании. Отсиделись на диванах. Отсиделись на диванах, да, по системе «Вы сидите дома, мы за вас все решим». И с этой точки зрения, да, она кампания была вялотекущая, на самом деле, в этом году. Единственное, что, наверное, отличает это все от других кампаний, мы увидели в этот раз похожую историю, она началась в 2019 году, в выборах в городскую думу города Москвы, когда вы помните, что все кандидаты от «Единой России» скрывали свою партийную принадлежность. Они крайне редко об этом говорили, они крайне редко ее фиксировали, и в данном случае мы тоже видим, что по большинству одномандатных округов, особенно в городе Кирове, кандидаты от «Единой России» практически не высвечивают свою партийную принадлежность. Это очень заметно было, я тут газету нашел по 27-му округу, там идет, по-моему, Михайлов такой, значит, я смотрел у него газету, она у него вся зеленая, полностью вся раскрашенная разными цветами, но там нет ни одной названия «Единой России», нет их коренного цвета. Это вот флага Российской Федерации, где они там берут голубые, красные цвета, белые, значит, плюсы. Фирменные символики так называют. Да, я не вижу по главврачам, что они тоже как бы это где-то рекламяют. А, это команда врачей так называют. Да, это мы потом можно обсудить. Поговорим мы об этом. Значит, вот команда врачей, она тоже практически не использует символику, значит, они бьют только на врачей. Ну, конечно, очень интересная история, потому что, как это команда врачей? Мы же не пошли играть там в футбол или в волейбол, то команда врачей, это, в общем-то, когда ты идешь играть в футбол или в волейбол, может быть, команда врачей. Или в ПВН, извините. Да, команда строителей, там, команда продавцов, ну, это все понятно, да. Да, выборы это немножко другая история, там нет команд профессии, там есть команда, там, справедливая Россия, есть команда ЛДПР, и точно так же должна быть команда единой России. То в данном случае я вообще бы считал, что если тебя выдвигает партия, и все называют эту партию, в первую очередь, они сами, партией реальных дел, то надо, наоборот, гордиться, что ты идешь от этой партии. У тебя ресурс. У тебя есть административный, громаднейший ресурс, у тебя есть все, что ты хочешь, у тебя есть, в первую очередь, любовь всех чиновников, значит, у тебя есть полностью доступ во все образовательные учреждения, учреждения здравоохранения. Ну, как бы, тебе все двери открыты, у тебя громаднейшие ресурсы, ты ходи смело и кричи, что ты из партии... И человек с ресурсом, который придет и будет решать все проблемы. Да, 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 и самое главное, что ты можешь смело говорить, что ты представляешь партию реальных дел. Но почему-то не говорят. Значит, они все-таки считают, что они партия реальных бед, а не дел, потому что в данном случае они начинают своей же собственной партией стесняться и обманывать избирателей уже в самом начале своей избирательной кампании, потому что сегодня они нас скрывают, что они идут от партии «Единая Россия», значит, а завтра они будут скрывать, как они голосовали. В данном случае очень странная история, и я еще раз хочу сказать, что вот это впервые, наверное, так вижу ярко, что кандидаты от «Единой России» скрывают партийную принадлежность. Полностью картинка 19-го года, города Москвы. И вы знаете, что из этого получилось. Они различными отрядами заходили в Мосгордуму и потом создавали фракцию «Единая Россия». Я думаю, что здесь будет та же самая история. Не надо там ничего приумножать и ничего запутывать. В принципе, я считаю, что вот это отличает кампанию в этом году. Ну и, конечно, самый главный был вопрос. Мы все привыкли к очень грязным технологиям. Мы все привыкли, что оппозицию, особенно ту оппозицию, которая реально является оппозицией, которую очень сильно боится действующее правительство Кировской области и мэрия. Значит, мы ждали, все-таки будет ли повторение грязи, компромата и всяких собираний, типа того, что бандиты рвутся во власть, что было в 2012 году, а главный бандит к этой власти и пришел. И мы сейчас знаем, что произошло в городе Кирове. И, конечно, будут ли снова поливать, снова будут унижать. Значит, ну такая методика довольно-таки известная. Чернуха называется. Чернуха называется, да. Но в этом плане я думаю, что мы, конечно, уже понимаем, что люди так устали от всей грязи, что это на самом деле не работает. Ну сколько можно там раз про всех нас говорить, о том, что мы все там какие-то опасные люди и преступники и все прочее, да. В данном случае почему-то пока только члены партии «Единая Россия» чаще попадают на скамью подсудимых и ведутся уголовные дела и суды. И вот мы ждали-ждали и все-таки дождались. Все-таки прорвало. В последнюю неделю. В последнюю неделю очень активно. И особенно это вызвано, конечно, какой-то бумом там со стороны «Единой России». Она даже сделала какой-то ролик, что они хорошо работают, а там бывшие какие-то преступники рвутся во власть и только говорят. Конечно, в данном случае мы знаем, где находится сейчас вся основная преступность. Мы знаем, кто ворует, кто где как бы на чем сидит, какие финансовые потоки контролируют. То, конечно, мы не стесняемся, об этом будем постоянно говорить и будем об этом заявлять. Мы сегодня видим четко, что все фактически сегодня силы, грязь и такая нечестная борьба, она направлена в сторону одной партии. К сожалению, как оказалось, это стала «Справедливая Россия за правду», которую я представляю. И, конечно, сначала «Единая Россия», потом определенные интернет-каналы, плюс мы видим, как выступает КПРФ, ЛДПР. И все увидели угрозу, реальную угрозу, что на самом деле сегодня эта партия вполне со своими кандидатами, довольно-таки честными, сильными и смелыми, достойно сегодня представлять людей в законодательном собрании Кировской области. Нового ничего нет. Как начиналось при Шаклеине, при Быкове и при Васильеве, когда они все являлись руководителем партии «Единая Россия», методики и технологии сохранились. Главное всех полить грязью, а мы такие красивые и нарядные идем и побеждаем. По поводу еще есть, у нас вообще три методики там, да? Это чернуха на выборах обычно, это вбросы и это привод. Это уже непосредственно в процессе голосования мы про это говорили. Но в данном случае, мне кажется, что вбросы в городе, я все-таки считаю, что будет крайне сложно сделать. Объясню почему. Потому что будет очень много КАИБов в городе конкретно. И, конечно, все оппозиционные партии выставляют своих наблюдателей. С этой точки зрения уже давно в городе, на самом деле, с этим проблема сложна у власти для того, чтобы что-то там испортить и очень сильно обмануть. Да, они могут какие-то попытки делать, но мне кажется, что это такие несущественные. Да, в наглую, как это было в 2011 году, когда были выборы в Государственную Думу. Да, да, да. И в ЗАГС-собрание, конечно, такого не будет. И тем более, я думаю, что как раз уже Центральная избирательная комиссия об этом очень много говорит, о том, что сегодня на территории главная легитимность. А эту легитимность надо избирать. Чтобы не возникало вопросов к наглости. Да. То в данном случае, конечно, возникает третий вопрос, ребята. Мы сегодня видим, что да, конечно, ставка будет сделана на привод. И в первую очередь это люди, которые работают в бюджетной сфере. Мы просто это видим массово. И в данном случае даже люди посылают целые письма. Даже кто-то посылает приказы, которые есть на предприятиях. А какие письма? Ну вот письма, допустим, смотрите. Дмитрий Михайлович с документами присутствует. Я с документами, да. Вот есть приказ. Могу оставить его тут. От 8.09.2021 года. А на значение ответственных лиц в связи с предстоящими выборами депутатов Государственной Думы, глав субъектов Федерации депутатов законодательных органов Государственной Власти, приказываю закрепить ответственных лиц по обходу и осмотру прилегающих территорий фасада зданий, принадлежащих детскому, ну не будем говорить, какая больница, и обходу помещений внутри структурных подразделений диагностического центра. Обходу осуществляется, заметьте, два раза в день с удалением всех информационных материалов, не принадлежавших определенному детскому центру. Значит, ответственным лицам назначить обход изнутри здания старшего медицинской сестры структурных подразделений, обход территории структурного подразделения заведующим хозяйством. Значит, при обнаружении различных агитационных материалов ответственных лиц немедленно снимают и удаляют и выбрасывают их. Значит, доклад о результатах обхода, осмотра, сообщить главному врачу определенного медицинского центра ежедневно в 17.00. Распоряжение подписано главврачом. Так, и о чем нам этот документ говорит? Это говорит о том, что это какой-то маразм, честно я вам скажу. Значит, ну, я и так понимаю, что у нас есть определенные места для рекламы, размещения. На день, когда вообще начиналась выборная кампания, этих мест, которые были установлены по всему городу, их насчитывалось 210. Это специальные определенные места, куда вешают всю рекламу. Значит, понятно, что никто на территории детских садов, школ и больниц, кроме Единой России, не заходил и никогда туда и не заходит. Потому что, во-первых, не пускают, во-вторых, это запрещено законом, а всем оппозиционным партиям очень надо внимательно следить за законом, потому что это первый фактор того, что тебя снимут. Так вот, я хочу сказать, что вот этих стендов уже неделю назад было значительно меньше, куда-то 68 за неделю пропало. Их просто убрали. Значит, на сегодняшний день, как говорят нам специалисты, которые этим занимаются, их стало в два раза меньше, около 100 пропало. Их вообще убрали. Если одно время их просто зачищали, то сейчас их вообще убрали. Значит, написали в избирательную комиссию юристы, куда делись 100 стендов. Они все-таки муниципальной собственности принадлежат. Значит, они свалили все на город, сказали, что за них отвечает город. Город не знает, куда делось, у него 100 стендов. То в данном случае вот этот... У нас часто такое бывает. Да, такая... Что-то происходит, а город не знает. Город вообще ничего не знает. Значит, вот такие приказы, они становятся очень такие, на самом деле, смешные. У меня вопрос там, а что больше старшей медсестре заняться нечем, чтобы она ходила обходы, собирала и докладывала каждый день в 17 часов. Не висит ли где листовка. Да, не висит ли листовка, не дай бог, от какой-нибудь оппозиционной партии. Но я уверен, вам скажу, что не висит. Ребята, вы расслабьтесь, вы лечите людей. Это гораздо более важная сегодня задача, чем заниматься тем, чем занимаются главврачи, давая такие распоряжения и приказы. Вот смотрите, вы сказали, то есть мы имеем в виду, что кому-то из бюджетников будет рекомендовано приходить на вывод. Я сейчас дальше тебе расскажу, самое интересное. Значит, дальше вот мы возвращаемся к тому, что вот там полная мобилизация системы образования, здравоохранения и культуры. Значит, просто... Бюджетные учреждения. Бюджетные учреждения, все там они под полное там построение, отрядами, значит, с фотоаппаратами, с телефонами, как положено. Не позавидуешь людям, которые там работают. Да, я считаю, что это, конечно, особая история. И вот нам буквально недавно пришло на сайт письмо. По Справедливой России, да? Пришло там на сайт одной из газет и к нам приходило, да. Значит, пишут. Здравствуйте, к вам обращаются медицинские работники. Учреждения тоже я не буду писать, но если хотим. Да. Значит, перед выборами 19 сентября, используя свой административный ресурс, руководство обязывает нас голосовать за кандидатов от Единой России. Тем самым нарушая наши права. При этом ссылаясь на то, что медики должны голосовать за медиков. Составили поимен... Патриотично. Да, очень патриотично. Составили поименный список, кто за кого должен голосовать. Разве так можно? Это же нечестные выборы получаются. Поэтому, если ваши партии проиграют на выборах, знайте, что эти были грязные и нечестные выборы. И с уважением пишут работники одного из учреждений. Но это не красит, конечно, ни учреждений, ни руководства. Весь город уже знает, кто работает в бюджетной сфере. У нас город небольшой, все люди общаются, что, конечно, идет громаднейшее давление. На самом деле, людей заставляют приходить на избирательные участки, желательно в пятницу, 17-го числа. При этом, как бы, еще не только голосовать приходить, они не просто влияют на привод, а именно за конкретных людей и за определенную партию. При этом нужно все это фотографировать и отправлять человеку, который за это отвечает в их учреждении. То есть здесь ответственные люди, которые считают такие галочки. Конечно, конечно. Все считается. Я эту историю помню, она была похожа в 11-м году. Было дело, да. Да. Значит, потом эффекта она никого не поимела. Все это пережато было, и люди пошли противоположным путем, не испугавшись того, что, в общем-то, сегодня происходит. И тогда партия Единая Россия, мне, если память не помнит, набрала в пределах 23 или 24 процентов по городу Кирову. Значит, потом в какой-то момент мне казалось, что это отошло на какой-то задний план. При Белых это не так сильно распространялось, особенно в 16-м году. Приводы были, но такой указиловки, за кого и как и фотографировать, конечно, такой истории, как мы практически в 16-м году не слышали. В этом году снова все возвратилось. При этом мы говорим о том, что ситуация уже такая становится очень серьезной. И я не очень сильно понимаю, почему руководство области сегодня так переживает законодательное собрание. И все правительство области, все руководство территории не занимается ни экономикой, ни социальной жизнью, так же, как и город. У нас, на самом деле, здесь очень много проблем. А занимается выборами с утра до ночи. Вроде как бы есть исполнительная власть. Ребята, вас же никто не меняет, и ничего не происходит. То есть и с другом выборами занимается. Вы про это говорите. А у нас занимается сегодня руководство области. Они так заинтересованы, что в ЗАГС собрание пришли те, кого они хотят. Но это просто даже видно невооруженным взглядом. По всему городу ездишь, и у нас очень много сейчас баннеров висит нашего губернатора. Губернатора, значит, лидера партии «Единая Россия», который возглавляет списки и в Госдуму, и в ЗАГС собрание. Такой очень большой плакат доброго человека на нас смотрящего. И написано «С заботой о людях». Вот если вы с заботой о людях все эти пять лет жили, не надо людей заставлять за вас голосовать. Эту заботу люди хорошо видят, и они придут за вас проголосовать. Но если вы эту заботу нам никак не показали, и мы ее никак не заметили, не надо сейчас людей давить, бюджетников, заставлять идти за вас голосовать. В данном случае это какое-то, знаете, уже нарушение всех нормальных норм, потому что в данном случае люди сами должны определиться, как голосовать, за кого. Если они не хотят, они идут, не хотят, они не идут. Если даже они пошли, и вы просите их прийти на выборы, но они должны сами решить... Выбор свой сделать за кого? Конечно, конечно. Почему вы этих людей считаете крепостными своими? Почему вы так к ним относитесь? Да, многие боятся. Многие боятся потерять работу, потому что в данном случае есть конкретные угрозы о том, что если вы не будете голосовать, особенно руководителям правильно, вы потеряете свои рабочие места. Но давайте честно скажем, у нас сегодня врачей, учителей и людей, которые работают в культуре, не так-то много. Сегодня, если всех уволят, неким будет заменить. И слушайте, мы и так знаем, что не хватает ни врачей, ни учителей, ни в городе, ни в районах, тем более в области. И сегодня пытаться из них сделать рабов, и сегодня их заставить идти так голосовать, я считаю, что это неуважение к тем людям, которые работают в бюджетной сфере. И когда мне один директор школы говорит, как я могу сказать учителям, как голосовать, если у них зарплата 20 тысяч рублей, они мне что скажут? Вы мне 20 тысяч за плату платите, еще говорите, как за кого голосовать? Вот вам как надо, вам как сказали, вы идите, идите и голосуйте. А директор просит, чтобы он поговорил, провел работу. А с директором провели, со всеми руководителями учреждений провели громаднейшую работу по принуждению на выборную кампанию и организации людей именно на голосование за тех, кого им сказано. Если возвращаясь обратно в эту историю, то вот скажу, что да, где-то от чего-то мы отошли, а где-то мы просто начинаем просто перегибать палку, ну не мы, конечно, а наша власть, которая на всех каналах и на всех баннерах нам говорит, что они о нас заботятся и что мы живем просто в раю, то давайте мы сами оценим этот рай, и люди сами выберут, кто им больше подходит, кто им больше поможет. И в данном случае вообще я не вижу, почему такая паника сегодня, и почему сегодня мы в преддверии там отопительного сезона, 1 сентября, уборочных всяких колхозах, да, у нас сегодня все здания, которые отвечают за это, занимаются одной темой. Они занимаются выборами. Может быть, потому что перед ними задача какая-то поставлена из Москвы, определенный процент дать, об этом же часто говорят, да? Ну, понимаете, ведь... И мало того, кстати говоря, вот тут вопрос о крепостных жителей каждого региона в России, судя по тому, что эксперты часто говорят, фактически тоже сделают крепостными, то есть говорят, если вы не проголосуете правильно, ваш регион не получит дотации из Москвы. Ну, знаете как, тут дело такое, в данном случае ведь как раз хорошая работа руководства области и города как раз мобилизует людей продолжать хорошую работу, да. Если мы видим в тех территориях, где реальная работа там мэр или губернатор, в принципе, не надо применять привод, всех нагибать, заставлять и делать из людей крепостных. Люди так проголосуют. Люди так проголосуют. У нас люди очень хорошие, у нас люди грамотные. И в данном случае, если мы видим, что работа руководства области и города соответствует сегодня требованиям кировчан, вот не сомневайтесь, они пойдут и за них проголосуют. Но когда вы сегодня, извините, ездите нам как бы по ушам на протяжении большого периода времени, а за месяц до полтора, до выборов вы нас всех начинаете крепко любить и обещать нам золотые горы, и говорить, что смотрите, какие мы крутые, сколько мы для вас хорошего сделали, ну, это как-то выглядит довольно-таки очень все странно. При этом, сегодня еще раз говорю, административный ресурс сегодня на выборах играет громаднейшую роль. Я вам скажу, что мы сегодня от оппозиции, оппозиционные кандидаты, которые сами идут, которых никто не заставляет, значит, не могут попасть ни в одно учреждение, ни в одну школу, ни в один детский садик, ни на одно предприятие, потому что в данном случае все перезакрыто. И всем им говорят о том, что сегодня есть ковидные ограничения, и никуда не пускают. То единственное, что остается делать оппозиционным кандидатам, это собирать людей во дворах. Это единственный шанс. Бог с ним. Даже вы, ребята, пускай вы нас никуда не пускаете, значит, у вас есть преимущество. Если вы еще вдобавок, как вы говорите, делаете все для кировчан, вы не переживаете ни за что. А что вы так переживаете? Почему вы сегодня не просто не пускаете нас к ним, мы с этим смирились, вы еще их заставляете именно голосовать так, как вы считаете нужным, отнимая у них вообще все права, при этом не обеспечивая их в последние годы вообще никакими благами. В каком плане я говорю, что да. Если сегодня жители Кировской области стали жить лучше, значит, это плюс власти. Если мы сегодня стали жить беднее, и мы видим, что город разрушается, и никто за него не отвечает, то в данном случае мы сами вправе выбирать, подходит нам такая власть или не подходит. Нужны нам такие депутаты или они нам не нужны. И в этом плане я вообще как бы считаю, что не надо людей считать какими-то рабами, крепостными. Дайте им свободу, и они, вот самое главное, они все сделают правильно. При этом мы даже не будем в этом сомневаться ни на грамм. Вот вы вопрос сейчас задаете там по врачам. Да, по команду врачей я хотела спросить. Да, команда врачей, которая фактически... Интересное объединение по профессиональному признаку. Да, я думаю, что это какая-то копировка партии «Справедливая Россия», где реально собрана команда людей, которые осознанно сами хотят пойти на выборы и представлять там своих жителей. Их никто не заставляет, их никто об этом как бы не умаляет, как большинство кандидатов от «Единой России» их или заставляет, или они вынуждены пойти по приказу. И получается, вот сегодня команда была врачей еще неделю назад. Вот я просто ее тоже в фотографию принес, чтобы вы понимали. Из девяти человек почему-то пять являются кандидатами в ЗАГС собрания, а три доктора, просто главврача, просто стоят. Просто поддерживают. Просто поддерживают. Значит, ровно три дня назад, или неделю даже, да, появилась новая команда. Новая фотография появилась. Да, новая фотография. Врачи и педагогов вместе. Значит, точно такой же баннер, только единственное, что внизу стоят пять главврачей, которые идут в законодательное собрание по одномандатным округам. То есть кандидаты. Кандидаты, да. А сверху стоят обычные директора школ городских. Их это КЭПЛ, ФИЗМАТ, 28-я и ВИАДГГУ. Гуманитарная гимназия. А, гуманитарная гимназия, да. Откуда они, как они все вместе стали, почему... Но не поддерживают тоже коллег своих. Слушайте, ну вот на самом деле ведь эта история-то, она вроде как, ну вот кажется, она хорошая. Помните там 90-е годы, когда совесть нации, педагоги, врачи, профессионалы пошли в органы законодательные, да, и все говорили, они профессионалы, они понимают, что людям надо. Они знают все проблемы, они понимают там, на что надо средства направить и прочее. Какие проблемы? Подожди, проблемы медицины, да, наверное, они понимают. Значит, хочу сказать следующее. Мы же это все проходили. У нас и были известны и спортсмены, и артисты, и что только у нас не было. На самом деле врачи – это святая профессия, да. И когда святостью пытаются там в политических мотивах это все вывести, это какая-то не очень красивая картинка, да. Мне кажется, что это как бы немножко низко на самом деле. Значит, и в данном случае, конечно, мы в первую очередь говорим, что это команда «Единой России», потому что они все выдвинуты от «Единой России». И главная задача – привезти этих людей в ЗАГС собрание для того, чтобы было комфортно ЗАГС собранию работать. А, то есть, чтобы было большее количество депутатов от «Единой России». Ну, мы сегодня непрекрасно понимаем сегодня рейтинг партии в городе. Значит, и так как мы тоже с вами понимаем, что последние полтора-два года главной профессией в стране и в городе стали врачи. Одна из самых уважаемых, получается. Да. То сегодня как раз вот эта уважаемая профессия сегодня, да, брошена как раз на спасение и поднятие рейтинга партии «Единой России». И в данном случае здесь, ну, надо откровенно говорить, что это так. Ну, вот смотрите, когда только-только стало известно, потому что врачи пойдут, да. Я вам еще раз запомню. Мы с тобой эту тему обсуждали, да. И вот давайте возьмем городскую думу. Все 10 лет, фактически, которые мы оцениваем там с господином Быковым в городской думе, когда проводились различные решения и законодательные всякие документы, которые потом… Не во благо горожан. Да, совершенно не во благо горожан. Значит, кто составлял тогда основной костяк городской думы? Это директора муниципальных предприятий. Там были директора школ и, по-моему, были некоторые директора больницы и поликлиники. Главные врачи. Да, главные врачи. Все проходили, но если мы сегодня говорим о том, что нам нужны такие профессионалы, ну, мне кажется, особенно важно на рабочих местах там, да, то профессия врач – это реально очень крутая профессия. Но быть депутатом – это общественная нагрузка и очень, в моем понимании, ответственная и никак не связана с профессией. Потому что я тебе пример один приведу. Вот у нас буквально в октябре уже начнется обсуждаться бюджет Кировской области на 22-й год. Ты вот представляешь, что в ноябре месяце при обсуждении бюджета все замечают о том, что бюджет на социальные нужды – это образование, здравоохранение, культура – сокращены. Выступает министр здравоохранения Кировской области, на сегодняшний день Чернягев, и докладывает, что в связи с дефицитом бюджета, а у нас сейчас дефицит 2 миллиарда уже, значит, придется сократить определенное направление по медицине и плюс койка места. Значит, не дай бог, конечно, что… Это гипотетическая ситуация. Гипотетическая, не дай бог, я тебе еще раз говорю. Ты мне скажи, готовы главврачи сегодня вступиться за то, чтобы это не сокращалось? По причине, при главной причине. Главврачи сегодня фактически имеют прямое подчинение министра здравоохранения, потому что у них подписаны контракты. Ну, естественно, естественно, нет. Люди, желая сохранить свои рабочие места, наверное, и, возможно, какое-то финансирование, они, конечно, в конфронтацию вступать не будут. Согласен. Мы надеемся, конечно, что мы с тобой заблуждаемся, но как гипотически мы это обсуждаем. Точно так же, значит, они все уже, все, дай бог, как мы, если они мечтают, зайти в ЗАГС собрание, они сидят все депутаты, и с каким-то таким же похожим предложением выходит губернатор Кировской области, лидер партии «Единая Россия», от которой они сидят от фракции, да, и он им предлагает различное принятие законов, которые сегодня не соответствуют интересам кировчан. Ты скажи, будут вопросы к губернатору, почему он такие решения принимает? То в данном случае ведь мы говорим о том, что мы сегодня сталкиваемся с произволом вообще власти. И вот на встречах, которые я провожу, я вижу, что основные проблемы у людей как раз, что они не могут сегодня пробить вот эти коридоры, даже сейчас уже не коридоры, а стены властные, для того, чтобы решить свои мелкие человеческие проблемы. Сделать асфальт, допустим, отремонтировать подъезд, значит, или сделать проход на улице. Ну, куча проблем, и они, в принципе, всегда связаны с нашей некомпетентностью власти и нежеланием вообще контактировать с людьми в городе. В принципе, сегодня депутат-то в первую очередь нужен для того, чтобы он не боялся и приходил, и заставлял вот как раз вот эту власть работать для людей. Всегда человек, который приходит и дверь открывает, да? Да, пинает. Тут открывать бесполезно, тут надо пинать, понимаете, и всех пинать там, да, в этом плане. То в данном случае, конечно, я не против, как бы, врачей, хотя вот... С большим уважением. Да, да, это святая профессия, это очень круто. Просто надо нам всем, ну, как бы, понять. Ты меня спрашиваешь, мы же это проходили. Да, мы это проходили. Я вам на примере Быкова говорю там, да, как проходили. Значит, и в данном случае, конечно, мне кажется, что те главврачи, которые сегодня идут, они, мне кажется, еще не до конца понимают, что их ждет впереди, когда они зайдут... Они не понимают, насколько они могут быть несамостоятельными потом, да? Вы про это говорите? Я думаю, да. Я думаю, что они до конца не будут... Они будут зависимы. Это, знаете, у нас самое большое луби вообще в ЗАГС собрании на протяжении 15 лет, это сельхозхозяйственное луби. У нас там примерно около 6-7... Крупные предприятия, да. Самые такие, аллигархические такие, я бы сказал, колхозы, где сидят председатели этих колхозов, да? Ну, вот вам пример. Эта команда может тоже называть там председателей колхозов. Значит, и когда они все сидят... Команда аграриев. Аграриев, да. Они когда сидят, попотеют и глаза закрывают, когда приходится голосовать за то, что, да, и потом спрашивал их, когда я был депутатом, ребят, вам не стыдно? Ну, ты же понимаешь, у нас же колхозы. Понимаете? Но они одно не могут понять. Они не интересы колхоза должны отстаивать, зайдя в ЗАГС собрание, а интересы кировчан всей области. Когда у нас мы видим вот эту историю, она очень сильно совпадает. Дай им Бог, как бы, все их мечты сбылись там, да, значит, но в данном случае хочу еще раз сказать, что я понимаю, к чему это все идет, и как это будет все выглядеть, то в данном случае, ну, что могу сказать? Команда врачей, значит, команда врачей. Значит, сегодня кировчанам больше нужны врачи. Ну, посмотрим, на самом деле, или как команда врачей себя проявит. Давайте еще немножечко про то, что предваряло вот эти выборы поговорим, да, история с тем, что мы наблюдаем в последние, там, дни, снимают кандидатов, либо попытки были снять кандидатов каких-то, да? Ну, да, у нас же есть как-то вот последнее время, мы очень заметно видим, буквально с 16-го, 18-го годов, кандидатов от оппозиции почему-то снимает партия коммунисты России. Очень странная история, вроде как бы они себя называют оппозициями. Они же тоже оппозициями. Оппозиция, да, но почему-то они не снимают единороссов, они снимают почему-то другие партии, в основном это является или КПРФ, или Справедливая Россия, или ЛДПР, там, да. Значит, вот в этом году на этих выборах у нас все лето пытаются снять лучшего, я считаю, депутата городской думы Михаила Ковязина, значит, как раз вот партия коммунисты России. Значит, как это понять, ну, очень сложно понять. Это надо людям понимать, что тогда, чем эта партия вообще занимается, для чего она создана. В 18-м году они очень долго снимали упорно и Татьяну Платунову, и Бекалюка Альберта снимали. То есть, таких явных... Да, такое ощущение, что у них главная задача снять сильных оппозиционных кандидатов по округам. Значит, в этом году они тоже свое, как бы, предназначение четко показывают, при этом везде говорят, что они настоящие коммунисты. Ну, мне кажется, если вы настоящие коммунисты, вы боритесь с партией власти, а не с теми людьми, которые, в общем-то, должны быть... Настоящие коммунисты, не могу не заметить, совершенно беззастенчиво завесили своими баннерами вход к кинотеатр «Октябрь», да, один из памятников наших архитектуры советской. Очень некрасиво выглядит, на крайней мере. Ну, не будем их, как бы, каждый принимает свое решение, но вот попытка снимать сильных кандидатов в этом году, она тоже довольно-таки явно присутствовала, точно так же, как с приводом о том, что мы сейчас с вами говорим, да. То ситуация, как бы, она такая типичная, да, конечно, мы далеко никуда не сдвинулись, компании не стали чище, компании не стали, как бы, прозрачнее, не стало какого-то вот... Ну, в принципе, все идет по старой траектории. Докатанная схема такая. Да, при этом я вам хочу сказать, что доверие людей вообще к выборам и к власти очень низкое. Прямо ходишь, и я просто в таком ужасе, как люди вообще относятся к выборам и к власти в первую очередь. Ну, это как раз в ту... Разочарование. Полное разочарование. Это, видимо, все-таки та забота о людях, которая висит на баннере в городе, она все-таки до людей, видимо, в какой-то другой форме доходит. Видимо, все-таки заботу только видят окружение близкое к руководству области, а не на самом деле к кировчанам. Необычные. Да, это, конечно, очень печально, потому что, если все так пойдет, то в ближайшие, наверное, еще пять лет уже на выборы можно вообще их отменить, потому что никто на них ходить, реально никто не будет. Но мы на самом деле призываем со своей стороны как раз прийти и голосовать, да? Аня, у нас тут... Как я всегда называю, это в экономике называется, мы заходим в зону втуг, в которой потом невозможно будет выйти, да? Точка невозврата она называется, да? То мы очень близки к ней, мы уже к ней подошли буквально вообще практически на край. И если сегодня мы снова просидим на диванах, что хочет наша власть, и то, что хотят сегодня те люди, которые сегодня нам рассказывают о том, что они там заботой о людях, а люди у них совершенно где-то далеко, значит, мы просидим дома и не придем на эти выборы, то поверьте, что через пять лет нам даже не о чем будет обсуждать и не о чем будет говорить. И я, конечно, всех призываю все-таки поверить в тех кандидатов, которые не насильно, а сами по себе хотят помочь людям, хотят реально что-то изменить, потому что они здесь живут, они здесь продолжают жить и будут жить, они тут работают, создают бизнесы, они работают как бы волонтерами, они помогают городу, там есть куча прекрасных людей. Давайте все-таки мы им дадим шанс и посмотрим, что из этого получится. Потому что в очередной раз вставать на грабли и снова совершать ту ошибку, которую мы совершаем на протяжении 15 лет, просто у нас нет уже ни возможности, ни ресурса, и наши дети и внуки нам уже это не простят. Так что 19 сентября мы всех ждем на избирательных участках, и давайте скажем нет тому вранью и воровству, которое происходит на протяжении большого периода в нашем городе и в нашей области. А почему именно 19 выбор, 17 стартует? Мы сейчас столкнемся с такой очень сложной историей, но сразу скажу, что то, что мы с вами зачитываем и то, что мы говорим, что какая есть установка по бюджетникам, они хотят 17 числа запустить полностью всех бюджетников на избирательные участки, значит, для того, чтобы потом это все фиксировать и смотреть, как это все будет происходить. Так как 3 дня голосования довольно-таки очень сложно будет работать всем оппозиционным партиям, 19 числа мы будем сохранять все ваши голосования в полном объеме, потому что это единый день голосования. Вы пришли, и к вечеру мы уже это все зафиксировали. Все, что будет происходить 17-18 числа, гораздо все сложнее сохранить. Пока еще неизвестно, что будет происходить с этими сейф-пакетами. Сейф-пакетами никто не знает, да. Но поверьте, мы все делаем для того, чтобы даже кто придет 17-18, мы эти результаты будем сохранять. Везде выставлены будут наблюдатели. Я думаю, что все партии будут в этом едины. Я думаю, что особенно оппозиционные. И в данном случае, ну, конечно, для того, чтобы уже точно понимать, что мы все 19-го приходим, и эти результаты мы точно фиксируем и сохраняем, и, я надеюсь, побеждаем, то в данном случае 19-го тот день, когда мы как раз сможем сказать всей нашей власти о том, что мы, ребята, не крестьяне и не рабы, мы нормальные кировчане, которые любим свой город и хотим его сохранить. На этой ноте мы с Дмитрием Михайловичем будем прощаться. Время наше заканчивается. Всем спасибо. Спасибо. Хорошего дня, хороших выходных. Особое мнение завершается в выходные и выборы. Особое мнение на 101FM